ДИМИТРИ ВОСЬМЁЛЬКИ И сегодня это долгожданный момент, и сегодня мы будем рисовать картину, а также мне поможет моя любимая учительница Валерия, а также клуб. Называется он Art Class, и сегодня вы сможете порисовать со мной. Берите кисточки и мольберты, и все, что вам надо. Хорошо, но для начала нам нужно одеть фартук. Сегодня мы будем рисовать животных, да? Но это не простые животные, а животные в стиле поп-арт. Хорошо, сейчас тебе нужно выбрать, какое именно животное ты хочешь нарисовать. Вот эту собаку. Хорошо, сейчас я тебе показываю, как мы будем ее строить, да? Затем ты этот эскиз переносишь на холст. Ну что, ты готов? Да. Хорошо, давай, вперед. Сейчас великий художник Тимур покажет свой мастер-класс. Стоп, мне надо, как и всем художникам, вдохновение. Все, словил музыку. Ребят, напишите в комментариях, сколько вы думаете зарабатывают современные художники? Сколько вы зарабатываете на своих картинах? Миллион алых роз. Симметрия – это когда одна сторона равна другой стороне. То есть все парные точки, они находятся на одном и том же расстоянии, на одной и той же высоте при построении. Ладно, а сейчас лайфхаки от Симмика и Валерии. Не бойся делать ошибок. Второй, не забывай соблюдать пропорции. Третий, делай наброски. А еще нужно не забывать мыть кисточки. А зачем? Копируй работы, которые тебе нравятся. А еще найдите своего наставника. Вот я своего уже нашел. Важно посещать выставки и музеи, чтобы воспитывать свой художественный вкус, такой, как воспитал Свет Тимур. Более-менее похоже. Художнику надо чуть-чуть отдохнуть. Ребята, сейчас я вам расскажу, сколько зарабатывают современные художники. Например, Герхан Хрихтан. Рихтер. Да ладно, знаете, сколько он зарабатывает? Ребята, соборная площадь Милана была куплена за 29 миллионов евро. Вы понимаете, сколько это много? Я не понимаю. В конфетах я, может быть, еще да, а вот в этом нет. У нас начался этап уже разукрашивания нашей работы. Мы сейчас будем уже разрисовывать нашу собачку. А здесь как немножко штрихами вот такими вот, оторваными. Понял? Ну что? Рисуйте и вдохновляйтесь. А может быть, вы их сможете продавать за миллионы. Алых роз. И может, вы сможете их продавать за миллионы. Валерия, не переживайте. Сегодня я рисую в стиле поп-арк. Шедеврик обеспечен. Вот получается ноль-ка-нет. Вот гляньте на это ноль-ка. Какими цветами я сегодня работаю? Черный, голубой, лимонный, розовый, белый, красный. При смешивании получаются оттенки и другие цвета. Валерия, откуда вы берете свое вдохновение? Я хожу по музеям. Гуляю сама. Самостоятельно и без родителей. Конечно. Вот еще я покрасил. Шутка, славка. Ну да, залезаю. О, получилось. Кажется, моя картина на пару миллионов точно потянет. Знали, что мой братик Никитка, он еще рисует карандашами. Когда он подрастет, я его научу такими красками, кисточкой рисовать. Чтобы его тут красиво закрасить, да, вот эти треугольчики, нужно кисточку ставить так, прикладываешь и проводишь. Техника леплят. Все. Смотрю, делаете успехи. Спасибо. А нежнее, пожалуйста. Здесь белое, я вижу. Надо, чтобы было все четенько, как здесь. Вот здесь белое. Валерия, зачем мыть кисточку каждый раз после смены цвета? Для того, чтобы не испачкать цвет. И чтобы у нас не получился грязный оттенок. Юпачка. Ребят, здесь классно, круто. Советую вам приходить сюда. Ну что, работа великого художника окончена. Вам нравится? Пишите в комментариях. А также, если хотите больше мастер-класса, напишите мне об этом. И я обязательно сниму еще такие ролики. Ребята, не забывайте заходить ко мне в инстаграм и смотреть, какие у меня еще фотки есть. Также ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока-пока!